В эфире программа Познер, госпрограммой всемирный известный человек и как актёр, и как красавец, и как сердцеед Ален Долон. Спасибо, что в наше время, что вы прийти в нашу программу. Пожалуйста. Вы в Москве по какому случаю? Я в Москве по случаю показа фильма, в котором я снимался в Париже в течение суток, который называется «Мамы с Новым годом». Да-да, «Мамы с Новым годом», да. В Париже со мной связались люди из продакшена и те, кто занимались съёмками, и спросили, не буду ли я столь любезен, совсем немного, чуть-чуть, поучаствовать в картине, что это для актрисы, для пары, которая играет в этом фильме. Потому что фильм об одной паре, они в Париже, сын подарил своей маме поездку в Париж, а мечта матери встретиться с Аленом Делоном. Вот и всё. И я сказал им... Значит, вы играете в себя? Да, я играю в себя впервые. Это дружеское участие. Сцена происходит в ресторане «Лютеция». Вы, наверное, знаете такое, да. Они там обедают, и вдруг она ему говорит «Ален Делон, этого не может быть». Отлично. Это правда, что у вашего отца был зал, кинозал? Да. Значит, вы ребёнком, когда вы маленький, выходили в кино? Я ходил в кинотеатр к своему отцу. У него был кинотеатр на Бургарен, если знаете. Это в южном пригороде, рядом с Антони. Он называется «Ле Режина», как «Бурля Рен Режина Буржьян». Он называется «Ле Режина». И, конечно, мне повезло, потому что я ходил в кино бесплатно, когда был маленьким. Там я впервые видел Бурвиль. А вы помните какой-нибудь фильм или какой-нибудь актёра, который остался на всю жизнь, с тех давних пор? А с того времени, я уже сказал, это Бурвиль, которого я увидел на сцене. А фильм, да, он назывался, это был американский фильм, забыл название. Американский фильм, да, конечно, «Одинокий Рейнджер». Он меня потряс. Но у вас не было желания тогда стать актёром, киноактером? Нет, совсем нет. Потому что в моей семье не было никого, кто бы этим занимался. Отец был директором кинотеатра. Это совсем не то, чтобы быть актёром. Мама – фармацевтом. А я мало что из себя представлял и совсем не хотел быть актёром. Наверное, нужно рассказать, почему и как я к этому пришёл. Это очень важный вопрос, я вам задам ещё. Где-то я читал, что когда вы были ребёнком, вы были очень тяжёлым ребёнком, трудным. Что вы стреляли из рогатки в учителей. И что настолько это было плохо, что местный священник просил, чтобы мама вас не водила в церковь, потому что вы тоже там безобразничали. Почему? Почему это? Вы протестовали? Отвечу вам. 25 лет спустя, когда я прочёл Курта Герштейна… Знаете Курта Герштейна? Да, знаю. Первая фраза в его книге, в книге Курта Герштейна, глава вторая, это выделено «трудный ребёнок». Это глубоко несчастный ребёнок. И тогда я понял, почему я был трудным ребёнком в юности. Потому что я был глубоко, глубоко несчастьем. А почему? Потому что, когда мне было 4 года, мои родители, а я был дитя любви, когда мне было 4 года, мои родители расстались, я остался как пакет, который немного мешает. Каждый со своей стороны построил новую жизнь с новыми детьми, а меня посылали в колледж, в лицей, к монахам, в христианскую школу, и я был ужасно несчастным ребёнком, то есть трудным. Я делал самые несусветные глупости в мире до 16-17 лет, когда, наконец, с помощью отца я заграбовался в армию задолго до призыва, чтобы отправиться в Индокиталь. Это было ваше желание? Это было моё желание. Больше оставаться в семье я не мог, мне было нужно жить иначе. Как-то иначе. То есть вы не получили аттестат зрелости? Что, просите? Аттестат вы не получали? Так далеко я не заходил, а у меня есть свидетельства об окончании школы, уважаемый господин. Значит, вы оказались в Индокитае? Я оказался в Индокитае, завербовавшись, не дождавшись призыва, 17 лет, и уехал тоже добровольцем, потому что Франция меня не интересовала, на войну в Индокитае. Наша база была в Сайгоне, служил я в элитной роте, роте Национальной гвардии, и там я пробыл два года. А вы себе отдавали отчет о том, что это все-таки, ну, колониальная война? Конечно. Знаете, когда тебе 17, так глубоко не задумываешься, хочется свалить, уехать. И поскольку я не мог уехать, именно это я обдумывал и анализировал позже, я не мог уехать без разрешения родителей, потому что был несовершеннолетним. Вам было 17. Мне было 17 лет. И долгие годы после этого я, если хотите, упрекал в этом своих родителей. Мои мысли сводились к тому, что нельзя разрешать 17-летнему ребенку уезжать, понимаете, что я имею в виду? Да, я прекрасно понимаю. Я долго злился на родителей. Но вы говорите о родителях, которые уже были разведены. Да, да, моя мать и мой отец. Но, тем не менее, они должны были оба дать согласие. Это закон. По закону. Я был несовершеннолетним. Моя мать и мой отец сказали да. Подписали бумагу. Нельзя было уехать без их согласия. И они не сказали вам, что, может быть, не надо, что это опасно, что это война? Нет, нет. А в твоем возрасте? Нет. Я уехал вот так, и я этого хотел. Я понимаю. Сильно хотел. А если бы они отказались, это мне очень помешало бы. Но это и помешало мне, в частности, потом, когда я понял, что без них мне не уехали. Значит, вы воевали. Я воевал в 17 лет. Это как-то на вас повлияло? Я многому научился. И думаю, что это стало основой всей моей жизни, моей карьеры и моей жизни по сию пору. Потому что я очень рано узнал, что такое дисциплина, уважение к начальству, страх и всякое такое. И это меня действительно сформировало, когда я вышел оттуда. У меня была некая внешность, но не было внутреннего содержания, не было ничего, кроме моей внешности. Значит, вы вернулись через два года во Францию, не так ли? И вам было 19. Да, мне было 1 июня 1966, мне было 19 лет. Нет, нет, простите, 21 год. 21. Да, 21. Потому что перед отправкой в Идокитай нужно было обучаться год во Франции, и только после этого я уехал туда. Понятно. Вы вернулись во Францию, ну и что дальше? Я вернулся во Францию. Я был свободен. Свободен от всего. Свободен по жизни. Вместе со мной вернулся мой друг. Там он был старшим капралом. И я не очень понимал, что делать. На самом деле я устроился на Пигаль. Жил на Пигаль. На площади Пигаль? На Пигаль, рядом с Пигаль, недалеко от площади. Да, да, понятно. Откровенно говоря, у меня уже тогда была та внешность, которая у меня сегодня. И было несколько милых девушек, которые жаждали мне помочь, видите ли. И я согласился. И? До того дня, когда моя жизнь резко изменилась. То есть, как значит, так изменилась? В тот день мой друг предложил пойти перекусить в Сен-Жермен-де-Пре. Я спросил, что это, Сен-Жермен-де-Пре? Это квартал в Париже, рядом с Сен-Мишель. И там я встретил актрису, которую звали Бриджитт Обер. Ее по-прежнему зовут Бриджитт Обер. Она была на 10 или 12 лет старше меня. И она в меня влюбилась. И это было взаимно. А, так. С этого все началось. Скажите, я читал где-то, может, это неправда, но кажется, вы сидели в тюрьме после возвращения. Я сидел в тюрьме, когда был в армии. В армии. А вы хотите сказать, в гражданской жизни? Нет, не сидел. А вот то, что вы были в тюрьме, это как-то на вас повлияло? Вы чему-то научились, будучи в тюрьме? Это вообще как-то дает что-то? Нет, меня это ни чему особому не научило. Нет, не научило. Итак, вы встретились с Бриджитт Обер, и именно с этого момента кино... Именно отсюда все началось, да. Потому что Бриджитт Обер познакомила меня с некоторыми людьми, Мишель Корду, жена Ива Аллегре. Она твердила мне без устали, что, мол, в любом случае я не разрешу тебе заниматься этой профессией, потому что, если ты будешь ей заниматься, я тебя потеряю. Я говорил ей, послушай, до этого не дошло еще, посмотри. Вот так все и началось. Это было довольно неожиданно, удивительно. И я еще раз повторяю, все началось с моей внешности. В то время были, как сказать, герои-любовники. Да-да, понимаю. Поэтому меня и взяли. И мой первый режиссер, который был мужем, Мишель Корду, Ив Аллегре, я очень хорошо помню, с этого все началось, он мне сказал в тот момент, когда снимал фильм, вопреки мнению продюсеров, вопреки мнению большинства, он мне сказал, «Ален, я хочу тебе кое-что сказать. Ты будешь сниматься в этом фильме, как ты и хотел. Ты будешь со мной работать, как ты хотел. Просто хочу попросить тебя об одном. Не играй. Никогда не играй. Будь тем, кто ты есть. Говори, как ты говоришь. Двигайся, как ты двигаешься. Смотри, как ты смотришь. И не делай ничего другого, сверх того, что есть ты. Ты сам. Именно так я и поступил. Я внял его совет. При этом моим партнером, вернее, я был партнером Эдвиш Феер, Шанс Эрве, Бертран Блие. Благодаря этому фильму, впрочем, Эдвиш Феер стала моей трёстной мамой в кино. Значит, вы никогда не учились в киношколе? Никогда. У вас в этом нет кинообразования? Никакого. Именно этим я и отличаюсь в основном. В Париже это очень хорошо понимают. Я часто об этом говорил. Очень просто и очень ясно. Я говорю, что отношусь к семейству артистов. Я не актёр, я артист. Габен – артист. Ланкастер – артист. Вентура – артист. Что это? Артист – это личность. Чаще всего сильная личность, которую нашли однажды, и она посвятила себя служению кино. Актёр – это призвание. В молодости, когда хочется быть актёром, поступают в школу, посещают занятия, учатся. Затем становятся актёром. И важнейшее отличие актёра и артиста – это то, что актёр играет, а артист живёт. Понимаете? Да. Это важно. А вот рассказывают, что вы были мясником, что ли? Нет, колбасником. Колбасником, извините. Как это было всё? Это было до? Нет, нет. Колбасником. Я по-настоящему никогда не был колбасником. Я был колбасником у моих родителей, у отчима. Потому что после развода моя мать некоторое время спустя влюбилась в колбасника из Бур-Ла-Рен. Она вышла за него замуж, родила дочку. И именно так, благодаря матери и отчиму, я и стал колбасником. Вы научились этому делу, так? Совершенно верно. До того, как я уехал в Индокитай. У меня диплом, фестат зрелости, или как это называется? Сертификат жамбон франце. Сертификат профессиональной пригодности. Свидетельство колбасника. Вы сказали, экзамен выходит? Жамбон франце в Париже. Да. Здорово. А что я хотел вам только что сказать? Почему я столько страдал в детстве, как я стал этим несчастным ребенком? И трудно, потому что я был несчастным. И чего мне по сей день не хватает, это того, что у меня никогда не было образа отца и матери вдвоем. Я никогда не видел их вместе. Понимаете? Вы были слишком маленьким. Они уже расстались к этому времени, поэтому мы их и не видели вместе. Четыре года мне было, да, но я мог увидеть их потом, но никогда. И была такая передача во Франции, не помню, кто ее вел. Там задавали разные вопросы от Адая. Нет, не знаете? Меня тогда спрашивали, когда вы отправитесь на небеса, о чем вы попросите Бога. Я отвечал, что единственное, о чем я буду его просить, это хоть раз, первый раз увидеть маму и папу вместе. Знаете, в конце каждой этой программы я задаю вопросы из опросника Марселя Пруста. И последний из них, именно тот, о котором вы сейчас сказали. Совершенно верно, это опросник Пруста. Да. Увидеть папу и маму вместе. Да. Это поразительно. Правда ли, что, как сказал один из профессионалов кино о вас, он сказал вам, вы слишком красивы, и эта красота создаст проблемы для вас в кино. Это было такое или нет? Да. Да или нет? В свое время. В начале моей карьеры не в такой форме, но да, мне об этом говорили. Ты слишком красив, ты слишком красив, это не пройдет, потому что ты не знаешь профессии, ты не профессионал, поэтому это, ну, тебя быстро задвинут. А Бриджит Бардо говорила, что, да он красивый, ну и что, у меня комод эпохи Людовика XIV, комод тоже красивый, ну и что это меняет? Да, это правда. С тех пор мы очень дружим с Бриджит. Когда я первый раз увидел вас в кино, это было в фильме «Рокко и его братья». 1960 год. Фильм, который остается у меня навсегда в памяти. У меня тоже. Фильм мощный. Вообще, как вам работало с Висконти? Расскажите об этом. Видите ли, мне выпал шанс работать с исключительными мастерами. Висконти лишь один из них. Климан мой, главный учитель. Есть еще и другие. Прежде всего, следует знать, что люди часто ошибаются, отсюда путаница. «Рокко» был выпущен после фильма «На ярком солнце». Да, я знаю, я знаю. Потому что, посмотрев «На ярком солнце» Климана, Висконти сказал своему агенту Ольге Орстик, которая вскоре стала и моим агентом, и которой уже нет в живых. «Рокко» будет играть Олен. После просмотра «На ярком солнце», и это было очень важно, потому что играть итальянца, настоящего, чистокровного, с юга к тому же, с юга, вот так он решил. Работать с Висконти, что я вам могу сказать, это было изумительно. Это как сниматься у Климана, или сниматься у Лозе, или Мельвилля. Знаете, я не стану вам этим надоедать, но я часто объяснял людям, которые спрашивали меня, в чем разница между тем-то и тем-то режиссером-постановщиком. «Постановщик» — это термин, о котором нужно забыть, говоря о людях кино. Мельвилль, так же, как и Висконти, — это кинодейник. У этих людей есть три важнейших качества. Первое — постановка сцены. Это первое. Это здесь, вы позднее встанете напротив, я здесь, ваши очки лежат там, ваши часы вот отсюда, и теперь, когда передача начнется, вы будете мне позировать. Он руководил актерами, да? Когда он делал постановку и расставлял актеров, он шел и вставал по ту сторону камеры и становился кинофункером. Вот так. И эти три функции очень мало людей ими обладают. У тех, кого вы упомянули, есть все три функции, но в основном у людей две. Таких очень мало. Чаще всего одна или вовсе не одна. Висконти начинал как великий оперный постановщик. Да, да, я помню. Он пришел в кино позже с фильмом «Чувства». Это невероятный фильм. Сниматься у него было необыкновенно. Это было так просто. Когда вам объясняют, чего от вас хотят, когда вам говорят в точности, чего от вас ждут, и как вы должны это сделать. И я прислушивался, слушал. У меня, возможно, были какие-то свои достоинства, немного дарования. Это было настолько удивительно. У меня была школа Климана, которая является моим главным учителем. Это самый крупный из всех операторов, с кем я работал, а также самый крупный режиссер постановщик. Выяснили, скажется, 89 фильмов, не так? Да, где-то так, не помню. И среди них вот самый крупный режиссер – это… Климан и Висконти. Да. Забидую вам, потому что это как раз те люди, с которыми мне хотелось бы познакомиться. А у вас бы это получилось, я вас понимаю. Ну, хорошо. Вы говорили мне, что живете в Париже и в Женеве? И там, и там? В настоящее время, да. Сейчас, да. В настоящее время. Я понимаю, сейчас, сейчас. Я хотел понять одну вещь. Вы знаете же Жаре де Порте? Очень хорошо. И весь скандал вокруг него, и все такое, вы это знаете? А ужасно неприятно все это. Ну что ж, что вы думаете об этом? Что он решил сдать свой французский паспорт, что он был оскорблен премьер-министром. Конечно, он не хотел платить эти огромные налоги, на которых настаивает президент Оланд. Но для вас все это значит… Ну, что это значит? Как вы это оцениваете? Не стану судить поведение Жерара, особенно, когда пользуются этим и, говоря о нем, говорят обо мне в прошлом. Только я объясню вам. Со мной немного другая ситуация. Он сделал то, что ему хотелось сделать. Жерар – это человек, который живет своей жизнью, так, как он этого хочет. И он почувствовал, что ему нужно это сделать. И он это сделал. Может быть, он это сделал очень быстро или плохо. Возможно, он об этом пожалеет. Но я не думаю, что он это сделал лишь по одной причине, о которой вы говорите, именно из-за налогов. Я так не думаю. Думаю, это некоторая усталость, утомление, которое дорого стоит ему после смерти сына. Это было ужасно, видите ли. Он немного, скажем так, слетел с катушек. Моя проблема совершенно иная. То есть, я живу в Швейцарии вот уже больше 30 лет. 30 лет. И вы знаете, что, когда вы устраиваетесь жить в Швейцарии, постоянно там проживаете, у вас есть разрешение типа АБЦ. И после 12 лет постоянного проживания в Швейцарии, закон, простое применение закона позволяет вам просить паспорт. Именно это я сделал, прожив там 12 лет, потому что в то время я жил вместе с детьми, которые были совсем маленькими, и с их матерью мы обосновались, там они выросли в Швейцарии, ходили там в школу. И спустя 12 лет по закону я имел возможность попросить паспорт. Швейцарский. Швейцарский. И сохранить французский. И сохранить французский. И я это и сделал. Я сказал, многих ли вы знаете, кто бы этого не сделал. Я это сделал. У меня двойное гражданство. У меня два паспорта. Нужно перестать постоянно подчеркивать налоговые причины, денежные. Я в налоговом плане французский гражданин. Да. Когда я работаю во Франции, а это 90% моей занятости, я плачу налоги во Франции. Когда я снимаюсь в кино, играю в театре, я плачу налоги во Франции. А для остального мира я швейцарский налогоплательщик. Но не для Франции. Понимаю. Но скажите, вот эта идея 75% налогообложения для людей, которые зарабатывают больше миллиона, как это вам? Что вы думаете об этом? Это довольно неприятно. Я вовсе не считаю, что эта идея поможет в плане экономики. Я не особо разбираюсь в экономике, но могу сказать, что это довольно неприятно, и не думаю, что это принесет какую-то пользу. Не думаю. И еще видели, это все люди, которые работают. Такое впечатление, что их облагают налогами, потому что они работают лучше или больше других. Вот так. Напротив, им бы следовало помогать, как мне кажется. Ну, говоря о деньгах, давайте прервемся на рекламу. Уходим на рекламу, мы же говорим о деньгах. Потерпите. Для большинства артистов это, конечно, мекка кино, не так ли? Была мекка. Ну, была мекка, хорошо. Сейчас меньше. Меньше. Но вы же там работали? Да, я работал там. И все было в порядке? Да, очень хорошо. Там родился мой сын. Мой старший сын, Энтони, родился в Лос-Анджелесе, когда я снимался в фильме с Марком Робсоном «Убийцы из Сан-Франциско» в 1964 году. Потом я снимался в картине «Четверо из Техаса» с Дином Мартином и другими актерами. Все очень хорошо происходило, и американцы хотели, чтобы я там остался и сделал карьеру. И опять мой друг Ив Аллегре сказал мне, «Послушай, Аллен, ты француз. Возвращайся во Францию. Свою карьеру ты должен делать во Франции». И я его сразу послушался, тем более, что я не переносил жизнь в Соединенных Штатах. Она мне никак не подходила. Мне нужен был Париж, я был влюблен в Париж, мне нужны были прогулки, нужно было поесть бестро, мой багет, мой тонкий багет, фисель. Это совсем другая жизнь. Абсолютно. У меня там была аллергия на все, и я был там с моей женой, матерью Энтони, и я сказал, «Мы не можем так больше, нужно возвращаться». Я вернулся, сделал свою карьеру во Франции. Позже я снялся еще в одном фильме, или в двух-трех фильмах «Комфорт», «Аэропорт 79», «Красное солнце», «Ширли», «Маклейн». Но по их просьбе, по их настоятельной просьбе. Значит, вы приезжали и... И возвращался обратно. Я хотел бы задать вопрос, вернее, не могу не задать вопрос, иначе мне не простят. Когда вас спрашивают о любви, вы очень часто отвечаете одним словом, «Роми», имей в виду Роми Шнайдер, это так? Да. Вот в жизни каждого мужчины, женщины, любовь играют более или менее важную роль. Конечно. Вот в вашей жизни, женщины сыграли какую роль? Все, кем я являюсь сегодня, кроме военной составляющей, как я вам уже говорил, всем этим я обязан женщинам. Я обязан... женщинам. Тем женщинам, которые меня любили, которых я любил по совсем простым причинам. Я, впрочем, говорил им всем об этом, потому что во взгляде женщины, которые меня любят, я всегда хотел, чтобы она читала, что я самый большой, самый красивый, самый сильный. Это невероятная мотивация, потому что для женщин, которых я любил, и они любили меня, я всегда был самым красивым, самым большим и самым сильным. Женщин, которых я любил, вы знаете, по-разному. Все, что я делал, всем этим я обязан женщинам. Я делал это для них, из любви к ним, чтобы быть для них самым-самым. Я читал критику об вас, где говорится, что проблема господина Делона заключается в том, что он хочет нравиться всем, и критикам, и профессионалам кино, и широкой публике. Он хочет нравиться всем. Нет, я совсем другой. Ну вот, вы не согласны. Я всегда делал все для публики, для моей широкой публики. Я не собирался подчинять их. Критика мне всегда была безразлична. Что вы еще сказали? Да, критики, да. И потом рядовые люди, и люди в профессии. А, люди кино. Вовсе нет. Я всегда отвечал им, послушайте, я осознаю, что можно не любить меня как личность, не любить меня в человеческом плане. Но профессионально, я считаю, и я вам это говорю, я неприкосновенен. И я был всегда, и в этом я уверен, профессионально безупречен. Несколько лет тому назад вы объявили, что уходите из кино. Да, это было после фильма с Жаном Полем о двух мужчинах. Я помню этот фильм. Вот у вас есть биограф, некий господин Филипп Дюран, который написал о вас книгу. Да, несколько. И он пишет, что господин Делон говорит, что он уходит только потому, что хочет, чтобы публика попросила его остаться. Идиот. Да, их полно. Да, много. У нас в России тоже есть люди, которые говорят, что они уходят, а потом они возвращаются и снова возвращаются. Странно немного, но вы ушли из кино. Почему? Вы еще ведь можете играть. Смотрю на вас. Вы же можете. Я знаю. Я, впрочем, играл после ухода. Снимался на телевидении, особенно много играл в театре. А когда мне задавали этот вопрос, я отвечал, послушайте, я больше не снимаюсь в кино. Но, подождите, я же не говорил, что ухожу из театра, не буду сниматься на телевидении. Я этим занимался. Я с огромным удовольствием играл в театре, особенно в прошлом году. И в будущем году, когда буду играть вместе с моей дочкой, которой 21 год. Это Аннушка? Да, Аннушка. Да, я ставил кино, потому что больше не люблю французское кино. Как я писал во французском журнале, для меня кино умерло. Мое кино умерло. И объяснял, что мое кино, это как раз Мельвиль, Клеман, Висконти, и что мое кино мертво, и что я предпочитаю остановиться таким образом. Шанс за 45 лет прожить уникальную карьеру, мне не хочется это портить. Я предпочитаю жить своими воспоминаниями, в своих воспоминаниях, нежели чем заниматься непонятно чем, непонятно как. Вы как-то сказали, что ваше кино, это было кино, которое позволяло людям мечтать. Совершенно верно. Кино заставляло мечтать. Мое кино, которое я знал, люди заходили в зал, газ, свет, они сидели в красных креслах, и загорался экран, и люди мечтали. Они видели, как Керри Грант обнимал Ингрид Бергман, к примеру, и рядом со своим другом или подружкой мы позволяли себе мечтать. Мы уходили, мечтая, спрашивая друг друга, «Ты видел? Ты видел?» Сегодня больше не мечтают так в моем кино. Теперь в кино снимают людей, которые встречаются на улице. Все уподобляются друг другу. В новых фильмах нужно быть похожим на торговца из своего района. Люди больше не мечтают. Когда мы были частью мечты, и всю свою жизнь я учился мечтать, и я учился мечтать в кино. Сегодня очень редко можно мечтать в кино. Таково мое ощущение. Нам не кажется, что просто жизнь изменилась? Ну, это очевидно. И поэтому кино изменяется. Ну, и потом есть телевидение, которое также выросло, потому что с начала века все очень-очень сильно изменилось. И у меня больше нет желания действительно во всем этом участвовать, потому что один из друзей как-то сказал мне, «Ты знаешь, в нашей жизни сегодня нужно или приспособиться, или умереть». Я ответил, «Приспособиться». Я никогда не буду приспосабливаться. Умереть? Я пока не очень тороплюсь. Но это случается. Такое случается. Но приспосабливаться нет. Согласны ли вы, что своего рода защита, которая существует во Франции, то есть определенный процент американских фильмов допускается на экран, но не более того, чтобы французское кино могло развиваться? Вот такого ведь нет в большинстве стран. Вот поддерживаете ли вы это? То есть не разрешать вторжение американского кино на французский экран? Как вам кажется, это правильно? Думаю, что американское кино тоже сильно изменилось, и что американское вторжение стало меньше. Несколько лет назад нас обрабатывало. Обрабатывали американский кино. Совершенно понятно. Но это больше не так. Нет, стало меньше. Это уже не того могущества. Но американское кино, в чем его сила? Ну, хорошо, не такая сила. Но американское кино, самое сильное, в чем дело, как вы думаете? Конечно, есть великие фильмы, французские, итальянские фильмы, но американское кино, это гигант какой-то, который над всеми навис, вот причины этого, как вы думаете? Ну, на самом деле, не могу вам сказать. Прежде всего, потому что это могущественная страна, и потом нужно смотреть страны, что вы перечислили. Италия, Франция, что такое Италия и Франция по сравнению с Соединенными Штатами, и что американское кино всегда стремилось господствовать, быть боссом и быть хозяином во всем мире, это же очевидно. Сегодня это меньше, но это так. Я так же часто говорил, что сегодня больше нет немецкого, итальянского, французского кино. Есть личности в Италии, в Германии, в других странах, в то время как по-прежнему существует американское кино и личности. Раньше говорили об английском, итальянском кино. Да, да. Я помню время, когда французское кино, французские фильмы экспортировались по всему миру. Да, это так было. Это правда. Сегодня не так. За исключением «Чуда», раз на раз не приходится. Но это случалось и раньше с другими картинами. Это как итальянский неореализм. Это было что-то совершенно замечательное. Замечательное, но это были «Висконти, де Сика, Теллини». Все кончилось, в конце концов. Все ушло. Скажите мне, если бы господин Спилберг или господин не знаю, господин Бессон. Да, я сразу отвечаю, да, побегу. Конечно. Потому что это настоящий режиссер-постановщик. Конечно, с этими людьми. Конечно. Еще хороший сюжет, потому что эти люди не будут снимать, что попало. Завтра же готов у них сниматься, я уже сказал. Я даже упомянул Баланский. Ну и вот ваш фильм, который был представлен в Москве, из-за которого вы здесь находитесь, вы в нем снялись только потому, что вам предложили сыграть себя. Это и была причина, почему вы согласились сыграть в нем? Нет, я сыграл в нем не поэтому. Тогда почему? Потому что история показалась мне интересной, увлекательной. Правда? Действительно. История матерей и детей, которые хотят сделать приятное своим мамам, и что это происходит в Париже, и что для меня это был своего рода намек, как маленький опыт, точно так же, как и минимальное участие. Ну да, конечно. Точно так же я участвовал, не знаю, видели ли вы более значительное мое участие, просто потому, что мне это понравилось в Астериксе. Я не видел. Я играл Цезарем. А, да, 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 я читал об этом. Но вы играли так же роль в российском, ну, вернее, в советском фильме «Тигран 43». Да, давно. У вас, тем не менее, была довольно крупная роль. Да, был Йоргенс, которого больше нет. А почему вы думаете, вернее, ваше объяснение, почему российские актеры, артисты не пробились, не играют в других странах? Не знаю, потому что есть совершенно замечательные актеры, по-настоящему замечательные актеры, а также крупные режиссеры, как Кончаловский, другие, я правда не понимаю, связано ли это с языком или еще с чем-то, не знаю. Нужно также сказать, что эти актеры были не очень много ангажированы французскими режиссерами. Это так, это правда. Но может быть, это также из-за железного занавеса? Может быть, это вот эта причина, нет? Нет, я так не думаю. Знаете, это очень странно, происходят такие вещи, которые трудно объяснить и которые я себе не объясняю. Мне кажется, в России я своего рода легенда, икона. То же самое со мной было в Японии, знаете, в Китае, во многих странах. Я никогда не снимался ни в Китае, ни в Японии, ни в России. И я все время об этом говорю. Чего вы ждете, чтобы снять фильм с моим участием? Я не понимаю, почему со мной не снимут фильм в России или в Японии. Знаете, в России есть даже такая песенка, ну, легендарная уже, Ален Делонни пьет и деколон. Да. Но он пьет двойной бурбон. А, бурбон, да. Забавно, и так ли? Да. Ну, что ж, вы не интересуетесь политикой в общем и в целом? Нет, я очень мало интересовался политикой, но интересовался в особенности политикой. Политикой. Хорошо известной. Например, последний из них Николя Саркази. Вы с ним... Мы с ним очень сдружились, с Николя, которого я знал еще раньше по Мэрии в НИИ. Да, да. А раньше я боролся за Раймона Бара, а также какое-то время за Жескар Дестена. А, вот как. И это все. Я люблю людей в политике, как я любил генерала Деголя, прежде всего. Я не участвую в политике. Вы голосуете? Ну, я голосую, да. Могу ли я спросить вас, за кого вы голосовали на этот раз? За Саркази. Естественно. А как вы думаете, почему он проиграл? Знаете, французы люди очень своеобразные, очень странные, как вам известно. Думаю, что он проиграл не столько из-за него самого, сколько из-за умонастроений французов, из-за способа французов выносить суждения, их видения, их бытия. При этом сегодня большинство французов сожалеют об этом. Так быстро? Да. Уже. Уже. Да, да. Все точно. Быстро все. Это так, потому что у французов это так. Французы всегда протестуют, ворчат, жалуются. Да, да, ворчуные французы. Это да. Кризис, кризис, однако все едут в отпуск, хотя и кризис. А считаете ли вы, что в принципе президентом Франции может стать женщина? Как вы думаете? Не вижу причин, почему это было бы невозможно, только не вижу ни одной, что сияло бы на горизонте. Почему же невозможно? Женщина во главе Германии. Германия, это не Кения. Женщины руководят в Аргентине, в Бразилии. Конечно. Почему бы и нет? Была госпожа Тетчер в Великобритании. Госпожа Тетчер, почему бы и нет? Не знаю, вы помните, что когда-то вы поддерживали генерала Лебедя в России? Генерал Лебедя? Лебедя, да. Как это произошло? Лебедь. Лебедь, да. Лебедь, да, Лебедь. Эта встреча состоялась в Париже, куда он приехал, чтобы выступить на телевидении. Так мы и встретились. Меня это очень тронуло, потому что он говорил со мной и сказал мне, я знаю, что вы были военным. Мы встретились на канале Франц-2, антенн-2. Очевидно, для меня он был все же генералом, и я сказал, да, мой генерал, так-то и так-то. С этого все началось, потом однажды я приехал в Россию, где с ним встретился, потом еще раз встретились, мы стали немного ближе друг к другу, между нами возникла настоящая симпатия, и затем, позже, не помню когда, он попросил меня приехать помочь ему в Красноярск. И вы поехали? Я поехал туда, в Красноярск, где он был избран губернатором, и потом говорили во французской политике, и журналисты, и всякое такое, что благодаря Делону было еще что-то, но все же это было не только благодаря Делону, мы встретились случайно, и в результате стали довольно близки друг к другу, сблизились с ним, и с некоторыми людьми из его окружения. Он сделал вам подарок? Королевский. Две сибирские лайки, Шалва и Чара. Они еще живы? Не говорите мне об этом, мне больно. У вас много собак, вы же обожаете животных, и животные вас любят. Страстно. Это много говорит о человеке. Несомненно. Вы уважаете военных? Да, потому что это была моя жизнь, мое становление. Я с большим уважением отношусь к военным, потому что я жил с ними, и они меня очень тронули, когда я был в армии, и когда я делал глупости в армии, они говорили мне, мне неприятно, что приходится тебя наказывать, но я обязан это делать. Но почему же ты это делаешь? На самом деле, я был очень тронут. И для вас, генерал Деголь, это личность совершенно... Это больше, чем личность. Человек. Человек редкой породы. И думаю, что после его смерти ситуация очень изменилась, и не везде в положительную сторону. А скажите, когда журналисты в прошлом говорили, что вы связаны с мафией, это что, чепуха была, неправда? Нет. Потому что я много снимался в Марселе, где у меня была собственность, дом в Экс-Ан-Провансе, и я очень сдружился, потому что он, в конце концов, стал считать меня своим сыном, духовным сыном, с человеком по имени Меме Герини. Это, возможно, что-то вам говорит, да? Да, да. Я много общался с Меме, со всем его семейством, и так, через Меме, я понемногу познакомился с марсельцами-корсиканцами, и вот как-то так. А потом начинаются домыслы, прикрашивания, и так далее. У вас есть друзья? Настоящие друзья? Очень мало. Ну, конечно, у всех мало. Кажется, Клемен Сол сказал, что друг, это тот, кто звонит другому ночью и говорит, я только что убил человека. Где труп? И тот отвечает, где труп? Где труп? Для вас вот это и есть дружба? Да. Вы такой друг? Конечно. Значит, это важно? Это важно, потому что это то, что встречается все реже. Друзей можно пересчитать по пальцам, и это важно, потому что мой отец сказал мне как-то, его больше нет, конечно. Так вот он сказал мне, позже в жизни ты поймешь, что если у тебя есть друг, ты богатый человек, и я богатый человек. Весной вы отправляетесь в турне театральное вместе с дочкой? Да, с моей дочерью. Это одна пьеса? Это пьеса, которую мы сыграем в Париже. Она называется как? Она называется «Один обычный день». Это пьеса Эрика Асуса, и еще моей дочери захотелось, и я согласился с ней, что нужно устроить гастроли с этой пьесой. Мне тоже это нужно, потому что с тех пор, как я существую в этой профессии, у меня никогда не было гастролей по Франции. И я хочу это сделать, это до того, как уйду. Мы побываем во многих городах, север, юго-восток, восток, запад Франции, Женева, Бельгия, и вместе с дочкой. И когда я говорю с дочкой, я обнаружил, когда тебя зовут Ален Дилон, и у тебя за плечами 55 лет карьеры, играть на сцене вместе со своей 21-летней дочерью, это самая прекрасная вещь на свете. Это самая восхитительная вещь в мире. Наверное, это потрясающе. Это потрясло меня. Кроме того, я знал ее во все моменты страхов, опасений, смущений. Для нее это было трудно, наверное? Очень трудно. Она говорила мне об этом. Мне пришлось поработать с ней, чтобы она избавилась от этого, освободилась. И она вела себя замечательно. И так замечательно, что я смотрел на нее на сцене, смотрел, как она играет, говорил свою реплику, смотрел на нее и говорил себе, не может быть, это моя дочь. Это великолепно. Согласно опросам, когда спрашивают во Франции, с кем бы вы хотели провести Рождество, поужинать с кем, то вы всегда на первом месте. Вы знаете, именно вы номер один. Всегда. Правда? Да, да. В первом списке Ален Делон. Всегда. Вот, это новость. Ну, это так. А вы, если бы вас спросили, с кем бы вам хотелось поужинать? С любым человеком, который жил раньше, в любой стране, в любой эпоху, у вас есть возможность провести Рождественский вечер с этим человеком. Даже если его не отжимать? Да, да. Кто бы это был? Генерал Деголь. А, тоже нет. Генерал Деголь. Хорошо. Переходим к опроснику господина Пруста. Не стану задавать вам десятый вопрос, потому что вы сами его себе задали и ответили на него же. Итак, это основная черта вашего характера. У меня их несколько. Основная это искренность, но, может быть, также и гнев. Говорят, у вас плохой характер. Нет, просто у меня есть характер. Ах, просто характер. У меня плохой характер смерти. Смерть не... Морокун. Уи, дакор. Понятно. Качество, которое вам больше всего нравится в мужчине? Искренность. В женщине? Тоже искренность. Что такое для вас абсолютное счастье? Его не существует. Есть мгновения счастья, моменты счастья, но продолжительного счастья, по-моему, не существует. Вы же даже сказали, что вы родились для успеха, но не для счастья. Это сказал не я. Это один из моих агентов, который работал со мной. Он сказал... Ален, сказал он... Точно не помню, сейчас вспомню. Но означало это именно это. Он создан для успеха, но не для счастья. Смысл такой. Где? И в какой момент в вашей жизни вы испытали наивысшее счастье? В момент рождения детей. Когда вы в последний раз смеялись до слез? Не помню уже, но кажется, что на одном фильме... По-моему, это фильм... Во Франции он называется «Неприкасаемые». Да, «Неприкасаемые». А, да-да, «Неприкасаемые». Это хороший фильм. Этот фильм очень трогательный. Очень трогательный. А потом безудержный смех. Когда вы в последний раз плакали? Не так давно. Я скорее могу легко заплакать, когда я один сам по себе, и когда думаю о сегодняшней жизни, о настоящем моменте, а также о возможном будущем, о том, что впереди я, часто плачу. Один. Ну, мне это знакомо. Ваш любимый фильм, есть такой? Да, «Великая иллюзия». А ваши любимые занятия? Мои звери. Их у вас много? Мои животные. Мне было только что очень грустно, вы не дали мне договорить, потому что собакам лебедя 14 лет, и мне больно, потому что я знаю, что они меня покинут. Это любовь моей жизни. Это моя жизнь. И у меня останется четверо. Признаюсь вам, в своем владении в деревне я сделал кладбище своих животных. Там покоится 45 собак. У каждого свое имя, свой памятник. Пары лежат вместе. И рядом с кладбищем, в центре кладбища, я построил часовню, где буду погребен. Я уже спросил разрешения, после проведения экспертизы, участка, чтобы быть похороненным среди моих собак, которые, наверное, вместе с моими детьми являются самыми дорогими для меня на свете существами, и которые меня больше всего любили. Любовь безусловно. Безусловно. Чтобы с ними не расставаться. Очень хорошо. Ну что ж, скоро Новый год. Не могли бы вы или не хотели бы вы пожелать что-нибудь нашим российским зрителям и в Москве, и вообще в России вот на 2013 год? Знаете, для меня, что русским, что американцам или японцам, я пожелаю одного. Быть счастливыми. Счастья абсолютно не существует. Сегодня так трудно быть счастливым. Вне зависимости от способа, которым можно быть счастливым. Если они решат быть счастливы в одиночку, пускай. Если решат быть счастливы вдвоем, пускай. Счастье. Вот и все. Как я только что сказал вам, настоящего счастья нет, я не верю в это. Думаю, есть мгновение счастья, моменты. Но настоящего счастья не существует. Не мудрство и лукаво. Можно пожелать здоровья. И все же будьте счастливы. Это такая редкость быть счастливым. Спасибо. Спасибо вам. Это был Ален Делун. Ален Делун. Продолжение следует...